Из села Катюбеевска в редакцию газеты «Родина» поступило письмо от товарища Гладского Ивана Матвеевича. Он рассказывает в частности о том, как его недавно обругала одна мадам, курившая на ходу, чем и вызвала повышенный интерес пенсионера к личности своей. И вот что она ему сказала, чего вылупился пень старый, сидишь балдеешь коммуняка, развалил советское государство, вас надо судить страшным судом, а вам еще пенсию платят, небось 1015 отхватываешь, а я уволена. Как прикажешь жить, а у меня ребенок, мы с ним лишние люди. И ушла быстро, злобствая, будто спешила кого-то или чего-то догнать. Конечно, никакого диалога в этой ситуации не получилось и не могло получиться. И все же эту женщину, которую обругала Гладского Ивана Матвеевича, нужно поблагодарить. За что? За то, что она признала, что к коммунистам, при коммунистах люди жилось гораздо лучше, чем при демократах. Ее нужно поблагодарить за смещение акцентов в критике коммунистов. Раньше нас винили в чем угодно, а сейчас стали винить в ином. Власти нужно было утрачивать. А разве сам народ к этой утрате не был причастен? Это не коммунисты требовали отмины 6-й статьи Конституции Советского Союза, а сам народ требовал. Я в то время служил в городе Перми и видел, как пролетарская Пермь толпами ходила по улицам и требовала на плакатах, и кричала, орала отменить 6-ю статью Конституции, определявшую руководящую роль Компартии в обществе. Это не коммунисты, говорят, голосовали за Ельцина, а народ его поддержал. Мы тогда им говорили людям, что вы делаете. Это не коммунисты еще с начала 90-х годов постоянно разъясняли и разъясняют людям, что капитализм это удавка для людей, труда. По словам Ленина, капитализм это ужас без конца. Не послушались и не слушаются до сих пор, поддерживая Единую Россию. Это не коммунисты стучали касками по асфальту, требуя введения частной собственности на средства производства. А теперь оказывается, в утрате власти виновны только коммунисты. И как люди не могут понять, что именно коммунисты отстроили Великую Красную Империю, а антикоммунисты ее разрушили. Не могут понять, что в Компартии всегда была мощная прослойка скрытых врагов советской власти, ждущих реванша. Не могут понять, что ни одна крепость не может устоять, если ее возглавит предатель. К чему это говорится? Это говорится к тому, что прав был Ленин, когда говорил, худшее для рабочих это быть в оппозиции к коммунистам. Рабочие крестьяне должны понять три простейших вещи. Первое, что без коммунистической партии они так и останутся в власти капиталистов, в сущности рабами и перенослены в прямом смысле слова. Вторая вещь, которую они должны понять, что надеяться нужно прежде всего на собственную борьбу за свои права. Без собственной борьбы трудящихся за свои права коммунисты попросту бессильны. Их задача вносить сознание в стихийную борьбу трудящихся. А что можно сделать, если этой борьбы не существует? Как же трудящимся можно бороться за свои права в этих условиях? Первый шаг – это осознание того факта, что все, что не создано природой, создано руками трудящихся. Все принесет именно им, а не каким-то собственным. В Конституции Российской Федерации, пусть и буржуазной, говорится, что народ – единственный источник власти. В Конституции слово «народ» используется 46 раз, а слово «сочетание» «частная собственность» используют только 5 раз. Раз народ – единственный источник власти, значит его воля – закон для всех. И если богачи этого пока не понимают, тем хуже для них. Второй шаг – это создание профессиональных организаций по месту работы. Это партийные организации создавать запрещено. А про союзные организации никто не запрещал. В статье 30-й тоже в Конституции говорится, что каждый имеет право на объединение, включая право создания профессиональных союзов для защиты своих интересов. Созданы профсоюзы в рабочих и трудовых коллективах. Работают они хотя бы так, как работает КПРФ. Третий шаг – создание профсоюзов и групп, или комитетов, или союзов народного контроля за деятельностью администрации. Запрещено. В Конституции говорится, свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Вот и пусть эти общественные объединения, можно назвать их по-разному, контролируют хозяев, то, что решит народ, тому и быть. И четвертый шаг – это обращение к депутатам или прямо в суд с требованием признать данное предприятие народным, поскольку его хозяин – вор, мошенник или просто неумелый, неэффективный собственный. Так трудящиеся должны действовать везде. Кто-то скажет, что эти предложения просто фантастика. Нет, это не фантастика. Это реальная борьба за свои права. Надо же что-то делать, а не ждать, когда все само собой устаканится. Не устаканится. Третья вещь, которую нужно понять трудящимся. Третья вещь. Это нужно понять необходимость садидарности трудящихся, то есть поддержки друг друга. Маркс и Энгельс лозунг пролетарий всех стран садиясь вытянул не для красоты. Но хотя бы на уровне предприятия должны же люди защищать друг друга, помогать друг другу. Иначе хозяин каждого в отдельности сотрет порошок. Удивительное дело, то революционные рабочие ленинской эпохи даже создавали свои рабочие кассы, из которых финансировали постующих, нуждающих, больных и так далее. Но кто этим будет сегодня заниматься, если не сами трудящиеся? Уважаемые товарищи, я заканчиваю. Прошедший четверг по каналу НТВ был показан художественный кинофильм. Сюжет там такой. Бандиты захватили целую деревню, взяли в заложники всех ее жителей. Следует ужасная сцена насилия на людьми. А люди эти похожи в свои беззащитности перед бандитами на стадо баранов. Но ведь в реальной жизни еще страшнее. Власть в России захватили те же бандиты, только в руках у них не автоматы, а законы. И все они ходят при галстуках. Но делают они тоже бандитское дело. Скачивают за границу ресурсы нашей страны. Сами же они не собираются, не обустраивают Россию, не жить в ней. В заложниках мы все. Где спасение? Об одном варианте спасения я уже сказал, это движение самих трудящихся. Но есть и другой вариант, с помощью которого большевики спасли Россию. Имя ему советская власть. В чем суд советской власти? В создании самих советов? Конечно, советы надо создавать. Но суд советской власти в иноку. Это советы плюс коммунистическая партия. Или наоборот, коммунистическая партия плюс советы. Что первично, а что вторично, не так уж и важно. Важно иное. Единство коммунистов и трудящихся в борьбе за свои интересы. Не будет этого единства. И мрак буржуазной ночи над Россией не развеется никогда.